Очень странное оперативное совещание прошло вчера в правительстве Республики Башкортостан. Настолько пустое, что я даже подумал, может и не стоит его комментировать и иллюстрировать. Но учитывая то, как много программных заявлений сделал сам Хабиров, может быть потому, что не было с ним верного Андрея Назарова, который вовремя остановит или шепнет что-нибудь. Но в общем Хабиров вел это оперативное совещание в одиночку и безусловно был главной звездой этого мероприятия. Начал Хабиров как обычно с поздравлений, поздравил главу Янаульского района с днем рождения, поблагодарил за многолетний плодотворный труд и день рождения начальника инспекции самоходных машин, даже вручил ему какой-то орденок. А вот слов внимания, благодарности и почтения в отношении первого президента Республики Башкортостан Муртаза Рахимова, у которого тоже был день рождения на истекшей неделе, у Ради Хабирова не нашлось. Я понимаю, что финал взаимоотношений Хабирова и Рахимова в восьмом-девятом годах, конечно, оставил некий осадок у Ради Фаридовича в душе. И, наверное, на всю жизнь он запомнит тот страх, который поселил в своем душе, когда пришлось бежать из республики. Как некоторые свидетели, очевидцы событий говорят, что бежать пришлось в багажнике автомобиля, спасаться, по сути. Но, слава богу, потом московские товарищи помогли и так далее. Конечно же, Хабиров ассоциирует всю эту историю с Муртазой Рахимовым, но нельзя и не отметить того, что именно Муртаза Рахимов, по сути, вытащил Ради Хабирова на поверхность башкирской и российской политики. Он его сделал тем, кем сейчас является Ради Хабиров, и если бы не Муртаза Губайдулович, то, конечно, Ради Фаридович до сих пор бы преподавал какое-нибудь право в каком-нибудь институте юридическом или, хуже того, педагогическом. Ну, в общем, вот все сложилось так, как сложилось, и Хабиров не нашел слов благодарности или хотя бы внимания к Муртазе Губайдуловичу Рахимову. Продолжая вступительное слово, Хабиров еще раз похвастался тем, что Республика Башкортостан и Уфа возобновляют авиасообщение с иностранными государствами, по крайней мере, он планирует, что это случится в ближайшее время. И, цитирую Хабирова, прежде всего это будет Вена Уфа, настаивает Ради Хабиров, безусловно, ставя на первое место авиасообщение и вообще взаимоотношения Республики Башкортостан и Австрийской Республики. Я не знаю, насколько на самом деле жителям Башкортостана необходима Вена, но кому-то она действительно нужна, позарез. Забелин Перешли к штатному обсуждению повестки дня. Первым, естественно, был Забелин, который там поведал о статистике заболеваемости. В общем-то, не было ничего примечательного, кроме нескольких моментов. Во-первых, Забелин поведал нам о том, что в Башкирию поступила бракованная вакцина, по крайней мере, неправильно отмаркированная, которую не допустили для вакцинации. И тем самым мы получили примерно 15 тысяч доз, которые не пошли в оборот. И всего лишь 2160 доз вакцин на данный момент прививаются, находятся в обороте в Республике. В общей сложности Забелин смог привить менее полупроцента населения, а уж окончательно обоими компонентами привито и вовсе 8 тысяч человек всего в Башкирии. Привычно третью неделю подряд заговорили о наполнеемости Стерлитамакского ковид-госпиталя, но теперь уже по прошествии трех недель Забелин смог переломить ситуацию. Вместо 72 пациентов у него теперь 138 пациентов. Впрочем, вторую городскую больницу Стерлитамака Забелин все равно не закрыл, и в ней находится 71 ковидный пациент. Далее, следуя заведенному сценарию, обсуждали проблемы ЖКХ, дорог и ЧС. Почему-то до сих пор не арестованный Борис Владимирович Беляев, разгуливающий на свободе с веселым и беззаботным выражением лица, сообщил о том, что в ЖКХ все прекрасно и замечательно, если не считать гигантскую аварию с отоплением на улице Комсомольской в городе Уфа, где 34 многоквартирных дома, одна школа и два детских сада остались без отопления, но менее суток, правда, оставались без отопления, правда, с учетом того, что на улице минус 25, это, конечно, было еще то развлечение для населения. К вечеру господин Плотников рапортовал нам о том, что авария устранена, и если вдруг там у кого какие воздушные пробки, то срочно звоните. Но будем надеяться, что жители улицы Комсомольской отделались легким испугом. Все-таки это свершилось. Минтранс Республики Башкортостан смог привести в норму смертность на дорогах. По крайней мере, отчитываясь в этот раз, Алан Викторович Морзаев назвал цифру 41 погибшей с начала 2021 года на дорогах Башкортостана, и эта цифра укладывается в норматив 400, о котором непрестанно напоминает Ради Хабиров, я имею в виду то ограничение, которое он поставил Алану Морзаеву, 400 и не больше погибших на дорогах Республики за год, и вот на данный момент, впервые в этом году, Алан Викторович в норматив уложился. После Морзаева и Бориса Беляева пришел черед прекрасной половины правительства и администрации выступать с трибуны. Были приглашены две барышни, я имею в виду мадам Прочаковскую и мадам Полянскую, которые, как ни странно, сделали доклад не на ту тему, которую им задали. Честно признаться, вот говорить там было совершенно нечего, несмотря на то, что Хабиров, например, анонсировал доклад Полянской так, как, дескать, нужно внести некую ясность и разъяснить, что у нас теперь с этим законом о земле и почему в республиканское видение отобрали неразграниченные земли у районов, тем не менее Полянская сделала какой-то длинный, мутный, абсолютно бестолковый доклад на тему, как она когда-нибудь потом оцифрует услуги ее министерства и что теперь у нее 17 услуг, а потом будет еще 3 или 4 и вообще все здорово и трам-пам-пам. Там госуслуги пыталась включить какой-то видеоролик, который заскрепел, захрипел и сломался. В общем, вот тут первый раз получилось так, что Хабиров задал тему, назвал как бы заголовок доклада, а доклад был совершенно не об этом. А сразу после Полянской появилась мадам Прочаковская, собственно, доклад которой свелся к тому, что чем бы ни занималась Елена Анатольевна, она все равно будет заниматься системой инцидент-менеджмент. Видимо, это человек очень узкой специализации, потому что если ее даже попросят почистить снег, это все равно будет, наверное, инцидент-менеджмент. А боюсь, когда она варит дома борщ, то это все равно тоже инцидент-менеджмент. В общем, очень было странно, при том, что Хабиров попросил ее рассказать про центр управления регионом. Про центр управления регионом госпожа Прочаковская говорила ровно 12 секунд, потом сразу заговорила про свой, значит, этот инцидент. Я не знаю, чем это объяснить, либо какой-то абсолютно такой крайней глупостью, либо действительно уверенностью в том, что именно инцидент-менеджмент – это основной инструмент, который здесь несет благо республики. На самом деле эта штука всего лишь такой достаточно топорный инструмент для того, чтобы оградить, например, Хабирова от критики. И главной функцией инцидент-менеджмент является вычищение интернет-пространства от критических каких-то замечаний, постов и обращений. То есть главная задача Прочаковской – это оперативно чистить ленту, например, там, Фейсбука или ВКонтакта Хабирова и методично банить тех, кто хоть чем-нибудь недоволен. Вот, собственно, вся работа Прочаковской. И, наверное, доклад ее в следующий раз должен был быть заглавлен примерно так. Сколько я забанила недовольных и сколько я стерла каких-то обидных постов в адрес дорогого Радия Фаридовича. Так как министр строительства республики Башкортостан все еще томится в застенках кровавого режима, Рамзиль Кучербаев на два месяца арестован следствием, выступать на заданную тему пришлось на оперативном совещании заместителю министра строительства республики Башкортостан Артему Васильевичу Ковшову. Тому самому Артему Васильевичу, которого за глаза зовут непотопляемый Артем, который, в общем-то, пересидел и пережил уже довольно много министров и руководителей комитетов по строительству и архитектуре. Это действительно удивительное свойство Артема Васильевича, несмотря на его юный возраст и бодрый вид. Этот чиновник способен пересидеть кого угодно. Я вообще удивляюсь, почему бы Радию Фаридовичу не задуматься над тем, что вот вам почти готовый преемник узника Кучербаева и чем вам не новый министр. Однако вернемся к докладу Ковшова не в пример другим. На этом оперативном совещании, пожалуй, это был самый конкретный доклад, по крайней мере, его. Заголовок был очень конкретным и звучал он так. О работе с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, то есть о проблеме обманутых дольщиков. Артем Васильевич сообщил нам о том, что в Башкирии 125 проблемных объектов долевого строительства, то есть, переводя на русский язык, это 125 домов, и более 7 тысяч обманутых дольщиков. То есть, переводя это на русский язык, нужно понимать, что с учетом состава семей и количества родственников одного собственника квартируют в этом проблемном доме, проблема обманутых дольщиков касается примерно каждого сотого жителей Республики Башкортостан. Это довольно много, то есть, эта проблема достаточно ощутимая, и, как я и прогнозировал ранее, конечно, эта проблема к весне очень сильно возникнет, очень сильно будет беспокоить социально-экономическое положение в Республике Башкортостан, и недаром уже сейчас об этом заговорили. Далее Артем Васильевич мастерски запутал ситуацию до настолько, что уже к вечеру вчерашнего дня во всех чатах дольщиков стоял шум, гам, балаган, и, значит, все интенсивно обсуждали, а что же он сказал, потому что дальше Артем Васильевич начал жонглировать цифрами так, что, по-моему, и сам не понял, что сказал. Потому что сначала это было 85 объектов, которые соответствуют требованиям фонда, и 5 не соответствуют, а 35 еще пока не обсуждались. Дальше заговорил о том, что по 19 объектам начаты выплаты, а 34 объекта достроят в 21-22 году, всего по 53 объектам принято решение, а 82 объекта не решены вовсе. Ну вот вы поняли сейчас хоть что-нибудь? Я вот тоже не понял, но примерно так Артем Васильевич нам эту ситуацию живописал. Ладно, будем надеяться, что человек волновался в преддверии, значит, грядущего повышения, и, соответственно, как бы, ну, немножко там что-то запутал, но бывает. Очень меня заинтересовала история, которую упомянул господин Ковшов, это то, как они ловко экономят государственные средства в том смысле, что иногда, по его словам, компенсацию выплатить дешевле, чем достраивать, потому что, вот как однажды с ними случилось, с каким-то из объектов, достраивать дом стоило 300 миллионов, а выплатить компенсацию всего 150. Ха! Вопрос. Вы что, людям компенсацию по 38 тысяч или по 35 тысяч за квадрат выплачиваете, как вот, как они покупали там в далеком там каком-нибудь 2007 году? Ну а на 38 тысяч что можно купить? Собачью будку? В общем, интересно. Хотелось бы, чтобы Артем Васильевич немножко расшифровал вот эту чудесную технологию экономии республиканских и федеральных средств. По ходу оперативки Радий Фаритович как-то мрачнел, скучнел, делался желчным, и по завершении докладов в своем довольно обширном аловерде он внезапно перешел к самобичеванию. Всю прессу и вообще всех, кто смотрел эту оперативку, поразил вот эта фраза, которую я процитирую дословно. Вообще это, в общем-то, программное заявление, его, наверное, как говорит Дмитрий Анатольевич, надо срочно отливать в граните и размещать где-нибудь в большом формате прямо перед Белым домом. Я думаю, хорошо будет смотреться и в золоте. Звучит фраза следующим образом. Чем больше мы работаем, тем больше возникает жалоб. Конец цитаты. Вот уж тут, как говорится, не в бровь, а в глаз. Действительно, Радий Фаридович, пора задуматься над тем, что чем больше усилий предпринимаете вы и ваша команда, тем хуже все становится вокруг. Потому вопрос, наверное, к тому, а в том ли направлении эти усилия, а те ли это люди, которые там вокруг вас холопочут во благо республики. Если чем больше они работают, тем хуже становится. Тут, конечно, возникает такой логичный и абсолютно крамольный вопрос. А может быть, надо не работать, чтобы тогда республике стало лучше? В общем, не знаю. Фраза вот. Как говорится, что сказано, то сказано слово «не рабейне» и «вылетело не поймаешь». И, соответственно, вот эта фраза, наверное, надолго войдет в обиход в республике Башкортостан. Дальше Хабиров заговорил о том, что ему опять досталось от вице-премьера правительства Российской Федерации Голиковой. И в этот раз речь зашла о некачественном школьном питании, которое выявлено в республике Башкортостан. Хабиров это охарактеризовал следующим образом, цитирую. «У нас есть недостатки в Московской области, вот вдвое больше школьников, а жалобы на питание в школах единицы. Если я все вынесу сюда, имеется в виду на совещание, вы посидеете. В некоторых школах, сказал Ради Хабиров, дети не едят». Вот так обозначил он проблему. При этом Хабиров заявил вообще вот еще одну программную вещь, которая в полной мере иллюстрирует социально-экономическое развитие и ситуацию в республике. Хабиров утверждает, что в некоторые школы, цитирую, дети приходят зачастую, чтобы горячей еды поесть. Вот таким вот самокритичным в этот раз был глава республики, то есть иллюстрируя то, к чему он привел регион, это к тому, что в школу дети идут, чтобы поесть бесплатно горячей еды, которую им пожаловал Владимир Путин. Ну в общем, далее Хабиров констатировал, что наша работа по контролю за качеством школьного питания неэффективна. Еще одно открытие, которое он сделал, прямо вот, ну, достаточно было всего лишь два с половиной года поработать. И, значит, ну, естественно, Хабиров поручил по видеосвязи эту проблему решать Назарову. Но кому еще можно поручить эту проблему? У нас вот развязка Назаров, значит, Ленара Иванова Назаров, там, значит, дороги, школьное питание, прочее, прочее, это все Назаров, да, вот, красный Бэтмен не устанет летать по Башкирии и решать эти проблемы? Я вот даже не знаю, мне просто жаль как-то Андрея Геннадьевича, на которого свалились практически все огрехи, недоделки вот этой бестолковой команды, там, с позволения сказать, которая, что бы ни делала, все портит. И сколько бы ни работало, то жалоб становится все больше, цитирую любимого руководителя. Хабиров упомянул о том, что Республика Башкортостан, кстати говоря, получила 1,8 миллиарда рублей дополнительных денег на школьное питание. И вот эти вот гигантские деньги провалились куда-то туда в прорву и исчезли. Я уж не говорю о 2 миллиардах на питание в больницах, то есть в общей сложности 3,8 миллиарда рублей благополучно поглощают вот эти вот красногорские молодцы, которые первое, что сделали, когда пришла команда Хабирова в Уфу, это захватили вот эту сферу школьного питания. То есть они кинулись не оценивать, как тут с дорогами, не как тут, значит, с образованием и прочим, они кинулись в этот комбинат, значит, его отжимать и менять его там, значит, структуру и прочее, прочее. Вот эти ребята в синих пиджаках, никакого отношения не имеющие к общественному питанию. Впрочем, истории со школьным питанием Хабиров не ограничился, я имею в виду его стремление иллюстрировать в полной мере социальную экономическую обстановку в республике, и тут он внезапно заговорил о туберкулезных детских садах. Оказывается, в Уфе аж целых 6 туберкулезных детских садиков, в них находится 247 воспитанников, и еще и очередь стоит на 135 детей. Так вот, что заинтересовало Хабирова, немассовость этого явления, вообще он, кстати говоря, очень легкомысленно отнесся к заболеванию, знаете, как он проиллюстрировал, он сказал, что это детишки, которые немного приболели. Ну, хотелось бы напомнить Радио Фаридовичу, что туберкулез это тяжелое заболевание, его иногда именуют еще и болезнью бедности, то есть, особенно когда туберкулезом болеют дети, а не заключенные в колониях, или там старики, или люди, работающие на опасных производствах или в шахтах, вот это особенно иллюстрирует социально-экономическую обстановку в регионе, где такое происходит. А заинтересовала Хабирова и вовсе выпиющая вещь. Кто-то ему донес о том, что из 247 детей, которые бесплатно пребывают в этих детских садах и получают шестиразовое питание, 53 ребенка никогда не состояли на учете в туберкулезном диспансере, и у них нет никаких подтверждающих документов о том, что они больны туберкулезом. А государство их за государственные деньги 6 раз в день кормит, да еще и не берет с родителей плату за детский сад. Вот эта вещь возмутила Хабирова, и он потребовал разобраться в этой ситуации. Кстати говоря, он не уточнил, кто вообще тут крайне и ответственный за эту историю. То ли Забелин, то ли Иванова, то ли и вовсе Хажин, потому что это вроде как образовательное дошкольное учреждение, вроде как социальное, а с другой стороны и медицинское. Ну, в общем, вот кто-то из этих троих или все трое, наверное, опять увеличили количество жалоб по мере интенсивности своего труда. Как обычно, когда оперативка скучная, я дополняю ее каким-нибудь событием, которое произошло вот с минувшей субботы до сегодняшнего дня. И это событие на этой неделе, это иск ПСК-6 Андрея Носкова к администрации города Уфы. Немало известный, можно сказать, мой друг и товарищ Андрей Носков потребовал от администрации города Уфы целых 750 миллионов компенсации за то, что с ним случилось на Шатару ставили 5, за то, что теперь он не может там строить дом, за то, что Хабиров ему запретил этот дом строить. 750 миллионов. Честно говоря, цифра меня тоже ошеломила, потому что до этого эксперты говорили, что максимум 350 миллионов может потребовать Носков за вот все, что там случилось. Но, однако, иск выглядит следующим образом. 220 миллионов – это затраты компании на расселение жилья Ветхова и уже начавшуюся стройку, а 530 миллионов – это упущенная выгода. Но теперь мы окончательно убеждаемся в том, что Андрей Носков даже упущенную выгоду упускать не собирается и требует ее получить с мэрии Уфы. Носков полагает, и иск его нам дает основания думать следующим образом, что все разрешительные документы, которые необходимы для начала строительства и строительства по адресу Шатару ставили, его компании были получены. Напомню, что Хабиров прекратил стройку вот эту на Шатару ставили после требования жильцов, там некоторых акций, и прекратил ее сразу же после событий на Куштаву в стремлении сохранить лицо и вернуть себе образ правителя, главы республики, который хоть на что-то может влиять. Вот его взор упал на эту ситуацию с Шатару ставили 5, он приехал туда, топнул ногой, заявил, что те, кто попробует продолжить это строительство, порвут себе кишки, и что он не допустит этого всего. Я вам абсолютно себе строить здесь не буду. Я вам даю строку, там день-два начинаете демонтировать, строить не будет. Тут все, вопрос закрыт. Что вы там вложили, не вложили, едете к мэру города и с ним разбирается. Мне дальше неинтересно, строить не будет. Упаси Господи, если хотите со мной побоевать, давай вырвать, ладно? Нет, не побоевать не сомнится. Только кишку порвете со мной, вырвать, ладно? Останавливайте. И здесь строить не будете. Не будете. Понятно? Ну, в общем, звучало это очень кудряво и живописно. Я не понимаю, почему пиарщики Хабирова вовремя его тогда не остановили. Ну, уходя в сторону от эмоциональной составляющей этой истории, там, оставляя за скобками все истерики там мадам Яковлева и прочие-прочие эмоциональные выступления, давайте посмотрим на ситуацию со стороны. Документация на строительство у Носкова действительно была. Согласовывалась она администрации Ульфата Мустафина и точно не могла быть выдана вне согласования с Ульфатом Мансуровичем. Возможно, даже на некоторых из документов есть и его визы. Мы не видим этих документов. Носков нам их не предъявляет. Хотя, кстати, было бы здорово, если бы он опубликовал сейчас полный пакет документов, тогда бы, безусловно, ну, по крайней мере, юридически подкованная часть населения и наших, например, зрителей, ну, объективно было бы на его стороне. Но пока мы документов не видим. Я предполагаю, что, конечно же, и Ульфат Мустафин, и основные игроки администрации города Уфы на тот момент были в курсе того, что они дают разрешение Носкову на это строительство. Теперь давайте рассуждать логически. Если документы выдали с нарушениями или незаконно, ну, это признак преступления и абсолютный признак коррупции. Но кого тогда наказывать? То есть, если сейчас в суде будет опровергаться позиция Носкова, ему скажут, вы, уважаемый строитель, тут все незаконно сделали, у вас там неправильные документы, все криво, косо и незаконно, ну, тогда простите. Кто эти документы дал? Документы-то есть? Вот в чем штука. Ну, мы кому сейчас предъявим претензию? Там ведь, во-первых, все, кто остался в живых, все свои. То есть, мы же не можем никого наказать, арестовать, посадить, заподозрить в каком-то, значит, злоумушлении или, не дай бог, мэрия Уфы взяла взятку. Я даже предположить такого не могу. Понимаете, да? То есть, это тупик, это совершенно непонятная ситуация для администрации. Но, вообще, конечно, вот подобные щекотливые моменты и ситуации не должны выходить на поверхность, но таковы законы существования внутри элит. И вот именно подобный конфликт должен был бы разрулиться, например, тем же самым Сидякиным, ну, скажем так, под ковром, кулуарно. То есть, вот одна из главных функций главы администрации это решение подобных проблем. Однако, мы наблюдаем и видим то, что проблема не только не решена Александром Геннадьевичем или кем-либо еще, но и зашла в тупик и уже вышла в публичное поле, Носков публично, демонстративно подает в суд на администрацию города. Столь абсурдная и тупиковая ситуация, конечно, не могла не породить всевозможные домыслы, теории заговора, версии, которые во множестве своем выдвигаются в интернете, в социальных сетях. И появилась, например, такая версия, которую я, говорю, заранее не разделяю, конечно, но не озвучить не могу. Версия эта гласит о том, что есть некий сговор между администрацией и Носковым о том, что он сейчас, дескать, подаст в суд, а мы, дескать, не будем там особенно существовать, присутствовать и как-то отсвечивать. Носков выигрывает этот иск, все довольны, тем более, что сейчас продавать квартирки стало все сложнее и сложнее, достраивать дом лениво, а получить там 750 миллионов очень даже здорово. При том, что особо изощренные конспирологи говорят о том, что, дескать, возможно, что это некая игра в сторону понижения, что, конечно, 750-то Носкову не дадут, но 550, предположим, дадут, и там будет что поделить. Повторюсь, я с гневом отметаю подобные версии до тех пор, пока у меня не появится реальных подтверждений вот этих всех заговоров, ну, тем более, что Андрей Носков, как известно, кристально чистый бизнесмен, ни на какие сделки ни с кем никогда не пойдет, тем более с совестью или с администрацией города Уфы. Однако, в ближайшем будущем ход вот этого процесса судебного, вот этого взыскания 750 миллионов рублей с мэрией Уфы, конечно же, даст нам основание полагать, каким образом все это было закручено и кто тут с кем о чем договорился. Очень бы не хотелось, чтобы администрация города согласилась на выплату этих компенсаций, хотя бы по той причине, что казна города очень дефицитна и еще нам не хватало расплачиваться за какие-то странные, если не сказать, коррупционные схемы бывших или ныне действующих сотрудников администрации, с какой стати мы должны платить из кармана всех горожан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова